Сегодня 2 сентября 2017 года Дача на южной краине Симферополя О чем бы хотел сегодня рассказать Поделиться своими мыслями Дело в том, что плодоношение фундука В данном случае у меня сорта трапезунт Это как раз то время, когда можно посмотреть На каких ветках образуются плоды И принять этого внимания при обрезке То есть нужно при обрезке фундука Максимально способствовать тому, чтобы Оставлять те ветки, на которых будет закладываться урожай Вот прямо перед нами ветка Это ветка 2 года Весной она из себя представляла Вот такой вот перпендикулярной земле Растущий росток Сейчас под урожаем Он наклонился под 45 градусов Вот эта вот ветка тоже 2 года Тоже была вот такая вот торчащая вверх Перпендикулярно земле Она под урожаем наклонилась Вот посмотрите на урожай Она вообще наклонилась То есть вывод первый Фундук плодоносит на ветках 2 года Вот смотрите Вот здесь весной была просто плодовая почка Вот где мой большой палец Потом Из этой почки выросла такая маленькая веточка И на ней получилась зависть орехов Вот То же самое Была почка Маленькая веточка Зависть орехов Вот так фундук Плодоносит на ветках 2 года Вот перед нами ветка 3 года То есть она тоже загружена урожаем Но вот посмотрите Каждая боковая веточка Отходящая от основного ствола Дает уже не по одной завязи А по 2, по 3, по 4 То есть вот так выглядит ветка 3 года плодоношения То есть из этого мы можем делать вывод Что плодоносит ветки 2 года жизни И 3 года жизни Вот к сожалению на этом дереве У меня нет веток 4 года Поэтому я ставлю вот эти 2-3 летки И посмотрю что из них будет на 4 год Если на 4 год что-то будет не то То я уже буду делать свои выводы Потом я бы хотел с вами поделиться вот таким одним своим наблюдением Я ветки весной до распускания листьев Ветки 2 года Вот 4 ветки 2 года Я пригнул вот так вот Сделал их параллельными земле И что получилось На всех 4 пригнутых мою ветках Ни одна почка Как бы не опылилась Точнее может она опылилась Но она Эта почка трансформировалась не в плодоносящую А в ростовую То есть видите Вот здесь вот была почка Из нее пошли вот такие вот ростовые ветки И на этих ростовых ветках Образовались сережки То есть скорее всего здесь будут цветочные почки На следующий год И парадокс этой ситуации заключается в том Что вот те ветки которые предыдущие я вам показывал Двухлетки Которые я не пригибал Они все усыпаны урожаем Те ветки которые я пригнул Ни одна из них Не дала ни одного ореха Вот первая ветка Видите я привязал Пригнул ни одного ореха Зато из почек пошли ростовые ветки Вот вторая ветка Тоже я ее пригнул Заметьте Ни одного ореха Но зато пошли ветки Вот такие вот ростовые Вот третья пригнутая у меня ветка Ну вот веревочкой Здесь я удалил почки через одну И получился такой эффект Что вот эти вот ветки ростовые Они стали в два раза длиннее Чем на тех ветках У которых я не убирал почки через одну Вот видите почки убраны И то же самое Ни одного ореха И вот четвертая ветка Которую я пригнул Вот видите веревочкой пригнута Опять же Ни одного ореха Зато ростовые веточки хорошие На них сережки Вот такая вот у меня информация Для размышлений Я буду смотреть Что за урожай будет На этих пригнутых ветках Ну а рядом Та же самая двухлетняя ветка Вот только Та ветка Которую я не пригибал Она уже сейчас сама Пригнулась под урожаем Она полностью облеплена Этими орехами Вот видите Вот видите Пригнутая Ни одного ореха А вот не пригнутая И вот у меня все Ни пригнутые ветки Они просто усыпаны Этим урожаем Ну вот я зашел в помещение Вот весы Я хочу взвесить 10 орехов Прошлого года Это высушенные орехи 10 штук Прошлого года Вот вес их 40 граммов Выращенные Они в поместье Моего друга Николая Винтера На полном суходоле Без поливов Без ничего Вот опять же Я лежу Очищенные орехи Тоже 10 штук Вот скорлупа Я их быстренько очистил Вес 19 граммов Ну вот Вот такие орехи То есть В среднем Если здесь 10 орехов 19 граммов Вес Вес одного ореха Ядра 1,9 грамма Вот я в столбик Посчитал выход ядра Получается Выход ядра 47,5% То есть Как бы Через 12 месяцев После сбора урожая Вот орех И выход 47,5% Еще раз скажу На полном суходоле Без полива Вот такие мои наблюдения Так что Думайте Мыслите Впитывайте информацию Если она вам полезна Всем успехов До свидания